Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о поливе орхидеи в закрытой системе, когда орхидейка растет полностью в чистом мхе. И я считаю, что эта посадка одна из самых лучших, потому что орхидеи показывают шикарнейшие результаты, отлично растут, корневая система просто идеальная. Главное знать нюансы того самого полива. Я сегодня вам постараюсь все максимально доступно объяснить, показать, как я это делаю на своих орхидейках, что корни растут изумительно. И, конечно же, так как орхидейка у меня свежепересажена, я сегодня ее обработаю антистрессовым препаратом. Для того, чтобы она быстрее и лучше адаптировалась к новому горшочку, чтобы она быстрее адаптировалась к новому способу содержания. Все-таки она росла в классической системе, а теперь и закрыта еще, и в мхе. Поэтому, чтобы для нее адаптация прошла минимально заметно, чтобы она очень быстро адаптировалась, я применю на ней одно проверенное классное средство. Но обо всем по порядку. Так что, поехали! Начнем, наверное, с самого простого. Я вам покажу орхидейки, которые растут у меня в мхе. Азиатские орхидеи, которые ко мне пришли в мхе, и так и продолжают расти в своем родном, в том, в котором они росли, в теплице, в том самом мхе. Единственное, что я сделала, смотрите, я приобрела вот такие вот стаканчики. Это самые простые стаканчики, которые идут как подсвечники, я их брала в фикс-прайсе. У орхидеек я сняла пластиковый горшочек, который идет, в котором она приходит, и вставила ее вот так вот в этот стакан. Что я заметила? Результат шикарный. Во-первых, орхидейки там утопали полностью. Они прям стояли, получается, полностью в этом стакане. Но корни начали так шикарно, так активно расти, что выдавливают теперь орхидейку из этого горшка. Поэтому сейчас я планирую приобрести емкость пошире и также вставить туда орхидейки и немного до пустоты заполню мхом. И результат, я думаю, что будет не хуже, а может даже лучше, так как у орхидейки будет больше места для того, чтобы наращивать новые корешочки. Вот сейчас они вот такие вот корешули, все в активной фазе роста. И я заметила, когда снимаешь вот этот вот пластиковый стаканчик, в котором приходит орхидейка, вставляешь вот в какую-нибудь такую емкость, чуть-чуть шире, корни начинают расти более активнее, более хорошо. И вот видите, прям корни уже выдавливают орхидейку из этого стаканчика. Абсолютно то же самое я наблюдаю на второй орхидейке, которая растет абсолютно так же. Посмотрите, сколько корней и орхидейка так же уже вылазит из этого стакана, и ее уже туда никак не засунуть. Корни просто выдавили орхидейку из этого стаканчика. Так что закрытая система и мох, это так же очень хорошо работает. Главное, минимально поливать. Что это значит? Я поливаю максимально аккуратненько по краешку. Мох впитывает в себя влагу и становится темного цвета. Вот сейчас, как вы видите, корни зеленые и мох темный. Стаканчик прозрачный. Я подхожу каждые, наверное, три дня и смотрю. Если корни становятся серебряные, я также немного подливаю воды. Конечно, лучше показать, чем рассказать. У второй орхидейки как раз таки мы наблюдаем серебряные корни, и мох уже посветлел. Давайте в сравнении. Смотрите, так сфокусирует. У одной орхидейки корни зеленые, у второй корни уже серебряные. Так, фокус нам надо четко показать. Вот, смотрите. Поэтому вот эту орхидейку мы уже можем полить. Конечно, проще всего, чтобы поливать всегда одинаково. И на первом этапе, когда вы привыкаете к таким посадкам, использовать грушу или шприц, чтобы всегда поливать примерно одинаково. Мы набираем водичку. Для этого стаканчика хватит буквально 20 миллилитров. И вот так вот по краюшку поливаем. С одной стороны и с другой стороны. Я всегда поливаю проливом. Вот так. Все. Мог сейчас впитает в себя влагу, а корни станут зелеными. Уже видно, где влага попала, корни начинают становиться зелеными. Лишняя влага стекает вниз. Как вы видите, орхидея не стоит полностью донышком. Там еще даже есть специально проложен кусочек керамзита. Поэтому лишняя влага будет постепенно впитываться в орхидейку. Постепенно будет тянуть на себя эту водичку. И увлажнять корни орхидеи. Так это и работает. Это самое простое. Выращивание в закрытой системе и мхе. Когда орхидейки к нам приходят. И в принципе то же самое, когда орхидейку посадили в закрытую систему. Здесь я сейчас покажу вам два варианта. Один очень красивый в бокале. Орхидейка так растет уже, наверное, больше месяца. Растет с сингониумом. Пока все замечательно. Пока все отлично. Я не вижу никаких противопоказаний такого соседства. Орхидейка замечательно цветет. Повыпускала очень много новых веточек. Новых бутончиков. Хотя, когда я ее пересаживала, она цветала. И я думала, что я ее пересажу. У нее будет стресс. И она просто отсветет. Я обрежу ее цветоносы. И буду ждать ее корневую систему. Но было очень большое мое удивление. Что эта посадка ей настолько понравилась. Что она прям воспряла духом. И навыпускала. Наверное. Вот здесь получается раз, два, три, четыре новые боковые веточки. Новые, да, четыре новых боковых ответвления. И будет еще очень даже довольно-таки пышное, красивое цветение. За это время у сингониума вырос вот такой вот один листочек замечательный. И мне очень хочется, чтобы он прям вниз свисал. Мне кажется, будет очень красиво. И буквально вчера я посадила вот эту красотку в мох, в закрытую систему. Но мне кажется, это, конечно, более такой классический вариант. Потому что горшочек простенький, так скажем. Но сегодня как раз-таки речь идет об этой орхидее. Потому что многие как раз-таки и попросили меня снять первый полив этой орхидейки. Здесь, конечно же, 20 миллилитров будет мало. Потому что горшочек довольно-таки большой. И мох здесь уже сухой. Я и сажала ее в довольно-таки сухой мох. Да, он был немножечко увлажнен. Поэтому сейчас я набираю полный шприц. Полный шприц это у меня примерно 60 миллилитров. Ну, я думаю, что этого будет достаточно для первого пролива. Вот. С одной стороны проливаю, увлажняю мох. И с другой стороны. Вот так. И для первого полива это абсолютно достаточно. Мох сейчас станет темного цвета. Полностью влага равномерно распределится по этому горшочку. И следующий полив я сделаю через 5 дней. 5, может быть, 7. Это тоже зависит от температуры, в котором содержится орхидейка. Это все зависит также от влажности воздуха. Я буду ориентироваться по цвету мха. Когда мох опять станет светлого цвета, он будет получаться такой сухенький, я пролью еще раз эту орхидейку. Потому что вот в бокале орхидейка, например, она полита недавно. И ее мох, он получается еще темный. Вот поливать ее еще пока смысла нет. У нее мох увлажнен. Влажности ей абсолютно достаточно. Поэтому дополнительно я ее увлажнять не буду. И то же самое со всеми орхидейками, которые я содержу таким способом. Я определяю по влажности мха. Особенно если не видно корней. Только по цвету мха. По тому, насколько он влажный. Конечно, когда уже видно корни, это все намного проще. Смотрим, корни серебряные, подливаем водички. И все. Если корни еще зеленые, то воду, естественно, не подливаем. Вот и весь принцип. И сейчас я хочу сделать этой орхидейке обработку, чтобы она очень быстро и легко пережила эту пересадку. Для этой цели у меня есть вот такой вот спрейчик. От него орхидеи не сбрасывают свои цветы и бутоны. Это уже проверено. Я уже не первый год пользуюсь этим тоником. Мне очень нравится. Поэтому и сегодня с помощью этого тоника я буду обрабатывать орхидейку, обогащать ее витаминами и лентарной кислотой. И она очень быстро адаптируется. Также я еще могу сверху немного опрыскать мох. Именно в зоне, где я знаю, что есть корешочки. Вот так вот. Цветы сами я не прыскаю. Только листья и вот здесь вот вокруг грунт. Потому что я этим тоником пользуюсь всегда. И в любых посадках у орхидей. Действует он замечательно. Орхидейкам очень нравится. Всем советую. Если не можете приобрести такой тоник, то воспользуйтесь моим домашним тоником, который я делаю. Домашним коктейльчиком. Который состоит из янтарной кислоты, никотиновой кислоты, аскорбиновой кислоты и глицина. От такого коктейля орхидейки также очень хорошо адаптируются. Наращивают корни. И идет такой адаптационный период после пересадки. Поэтому если не можете купить бонафорта, пользуйтесь таким коктейльчиком. Видео с приготовлением домашнего коктейля также есть на моем канале. Я еще продублирую в комментариях и в описании, чтобы вам легче было найти и пользоваться. Остальные орхидейки у меня и так замечательно растут, поэтому я их опрыскивать не буду. А эта орхидейка как раз таки уже получила свою порцию питательного тоника. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока. Пусть ваши орхидейки вас радуют, цветут пышно и не болеют.